Сто лет без одиночества. Одна из старейших жительниц Челябинска сегодня отмечает вековой юбилей. Именинницу Марию Еремееву поздравил глава городской администрации Сергей Давыдов. Подробности у Анны Конченковой. Такой юбилей уже сам по себе редкий подарок. На свои сто лет Мария Панфиловна не ждала презентов. Было бы внимание. Какие подарки? Мне ничего не надо. Однако глава администрации к имениннице приехал не с пустыми руками, а с букетом цветов, поздравительным письмом и конвертом. А Мария Еремеева поделила Сергеем Давыдовым секретом долголетия. Спортом занималась, в кухне целый день стояла. 14 душ жили. Нас 10 детей, мы двое. 12 дедушка мой, отец с сестрой жили. С утра до вчера. Кто на обед, кто в школу, кто из школы. Вот моя спорт была. Ровесница века за свою жизнь воспитала 10 детей. Еще в 1957 году получила награду как мать-героиня. В Челябинск переехала после войны. Сейчас у бабушки 16 внуков, правнуки и праправнуки. Пенсионерка каждый день встречает с молитвой и сама хлопочет по хозяйству. Приготовить я и приготовлю, постирать. А так она сидеть тоже не хочет. Вот так вот. Мама, что делаешь? То дорожки она подметет, то картошечку почистит, то блинчики попечет. Она вот привыкла работать. Кстати, Мария Панфиловна сама из семи долгожителей. Дедушка умер в 93, а родная сестра дожила до 97. Как отметил Сергей Давыдов, в Челябинске только в 10-м году поздравили больше 600 человек, которым больше 90 лет. А в этом году таких юбилеев должно быть почти в полтора раза больше. Не может не радовать тот факт, что в Челябинске увеличивается продолжительность жизни. Много делает губернатор области, городские власти для того, чтобы улучшить систему здравоохранения, чтобы качество системы здравоохранения становилось все более эффективным. Ну и безусловно наша задача повышать уровень жизни челябинцев, который безусловно влияет на продолжительность жизни. В день рождения юбилярша ждет в гости всю свою семью. Тост за здоровье произнесут за чашкой горячего чая. Алкоголь в доме долгожительницы не в почете.